Путин нарушает закон, грубо, нарушает Конституцию. Основной закон страны нарушает его, грубо. И это должны знать все. Этот человек не должен быть президентом. Уже не должен быть им. И ни в коем случае не должен быть им четвертый срок. Потому что это нарушает нашу Конституцию, которая не позволяет ему быть президентом. Сегодня движение 14% проводит мероприятие против действий Верховного Суда Российской Федерации и против нежелания Верховного Суда Российской Федерации замечать и реагировать на узурпацию власти, которая происходит в нашей стране. Суть этой узурпации власти, если коротко, заключается в следующем. В соответствии с определением Конституционного Суда номер 134О от 5 ноября 1998 года два срока президентских полномочий подряд составляют Конституционный предел, превышение которого Конституция не допускает. То есть два срока президентских полномочий подряд являются предельными, последними, окончательными и невозобновляемыми. Лицо, которое занимало должность президента Российской Федерации два срока подряд, больше никогда не может быть президентом Российской Федерации. Третий и любые последующие сроки, президентские сроки Владимира Путина являются незаконными, нарушают действующую Конституцию Российской Федерации и права каждого гражданина России. Более того, данные действия Путина содержат признаки уголовного преступления по статье 278 Уголовного кодекса присвоение и удержание властных полномочий. И наказываются сроком, тюремным сроком до 20 лет. Об этом должен знать каждый гражданин России. Не бывает предел, перерыв, предел, еще перерыв, еще предел. Предел это значит все. Любые превышения, Конституционный суд написал четко, любые превышения невозможны. Любые. Мы подали заявление о наличии в действиях Владимира Путина признаков уголовного преступления. Верховный суд отказался рассматривать данное заявление. А чем мотивировали? А мотивировал тем, что Верховный суд, что наше заявление, как бы, ну, как сказать-то, говорит о том, что вроде как Верховный суд должен вынести, инициировать импичмент президенту. Да, это странно, хотя импичмент президенту по Конституции может инициировать только Государственная Дума. Но Верховный суд написал, что вроде как мы его сподвигаем вынести импичмент. Они это сделать не могут. На рассмотрении Верховного суда находятся два заявления движения 14% на Владимира Путина и на действия Центральной избирательной комиссии. На самом деле мы не только подавали в Верховный суд документы и рассказывали вот об этом, что изображено на этом плакате. Мы подавали заявление еще в Центральную избирательную комиссию, и мы подавали заявление в Государственную Думу, как в орган, который призван инициировать импичмент президенту. Ну, естественно, Центральная избирательная комиссия нам отписала с какой-то формальной отпиской, а Госдума нам пока ничего не ответила. Да, в конце концов мы собираемся пойти обязательно в Конституционный суд Российской Федерации, и я думаю, мы подадим в ЕСПЧ. То равноправие, которое определено по Конституции в нашей стране, нарушается. Мы хотим донести до всех граждан Российской Федерации и до международной общественности, что в настоящий момент, в 2018 году президентские выборы может выиграть только один человек. Только один. Та система законодательства, которая выстроена в нашей стране, и та система действия органов, которые выполняют это законодательство, настроена таким образом, что только один человек может выиграть эти выборы. О какой демократии, о какой Конституции, о каком праве мы говорим? Попираются элементарные права каждого гражданина Российской Федерации. Каждого. Ни у кого нет шансов сегодня в этой стране быть президентом. Только у одного человека, под которого и для которого специально настроены законодательные и государственные нормы. Специально. В нарушении действующей Конституции. Вот то, что написано здесь, то, что я сказал в самом начале, на мой взгляд является, ну как бы это сказать, так грубо выражаясь, Кощеевой иглой. Это то, что они в свое время пропустили. Они почему-то не подстраховались. Они везде все почистили. Вот посмотрите, да? Вот мы видим, что Путин совершает уголовные преступления. И граждане пытаются в один орган пойти государственный. Во второй. Им здесь отказывают, тут отказывают, тут они не могут. У них нет никаких прав, никаких способов это остановить. Вот это лицо, которое находится на самом верху, оно им не подвластно. Оно никому не подвластно. Оно делает все, что угодно. И только один момент они пропустили. Вот эту точку, которая очень важна. Сергей, а почему вы находитесь на улице, а не в зале заседания? Да, вот хороший вопрос. Потому что заседание проходит в закрытом режиме, в упрощенном порядке, в закрытом режиме, без присутствия сторон. Несмотря на то, что мы написали ходатайство. Мы написали ходатайство. Это было ходатайство написано в соответствии с кодексом административного судопроизводства, в котором написано, что мы имеем право написать такое ходатайство, чтобы данное дело рассматривалось, чтобы были приглашены стороны. Но, к сожалению, нас не пригласили. Несмотря на суть данного дела, Верховный суд счел его неважным, для того, чтобы оно рассматривалось с присутствием сторон, чтобы стороны могли изложить какие-то свои доводы, поспорить друг с другом. Потому что все-таки у нас никто не отменял принцип состязательности. Они считают, что Верховный суд хочет все это рассматривать в единоличном порядке. Потому что, ну не дай бог же, кто-то скажет вот такое вот. Вот я стану президентом, как Навалин сказал, как Мальцев говорил. Я установлю один срок. А в Конституции уже один срок. Потому что два срока подряд по четыре года – это один восьмилетний срок. Он уже есть в Конституции. Все. У Путина Конституция не может противоречить правилам русского языка. Есть более 20 правил русского языка, которые говорят, что слово «более» в общем отрицании означает «после», «впоследствии», «впредь». Таким образом, после двух сроков подряд не может занимать. Причем сроки подряд – это сроки времени. То есть, не более Путин не может занимать должность после 2008 года. Это однозначное такое толкование статьи.